Привет, мои прекрасные зрители! Меня зовут Анна Кафырина, а вы на моём канале YouTube. Ну что, это видео я вновь посвящаю расхламлению. И что удивительно, я наконец-то расхламилась под своей кроватью. Кровать у меня, это прям полноценная кровать, основание и сам вот каркас кровати для которой сделан самостоятельно, из фанерной доски и подъёмного механизма, который я купила в Арматеке. И, собственно, я это задумывала таким образом, чтобы под кроватью появилось полноценное место для хранения, и там образовался такой нормальный такой большой шкаф, размером 40 сантиметров в высоту и по периметру 180 на 2 метра. То есть, это прям такой приличный шкафчик. Вот, и в какой-то момент я поняла, что у меня там живёт всё для катания, прям став, я туда складываю сноуборд. Сейчас, наверное, ещё попрошу, попробую туда сложить горные лыжи и, может быть, даже беговые туда влезут по высоте. Не знаю, не помню, какой они у меня длины, потому что они стоят сейчас на балконе, и что-то мне это дело не нравится. И там я, в общем, нашла место для разбора, потому что туда я складывала всё то, что не нужно, скажем так, в ближайшем доступе, и оно там каким-то образом жило без какой-то логики. Так вот, сегодня я решила там немножечко прибраться, избавиться от всего лишнего, ну и попутно прошлась по дому, посмотрела, что лишнего у меня вообще, в принципе, образовалось с прошлого года, с прошлого расхламления, от чего я готова избавиться. Ух, бородачела у меня здесь под кроватью. Здесь живёт сноуборд. Все мои сноуборды. Огромная ваза. В общем, много всего интересного. Здесь живёт ещё люстра. Надо, наверное, её продать, попробовать. В общем, сейчас буду тут разбираться. И мешочек у меня получился довольно весистый. У меня получился вот такой мешок, целый огромный. Он прям тяжёленький. О, слышали? И плюс у меня получился ещё вот такой пакет. Здесь один лофт. Давайте сразу расскажу, что это такое. Я мечтала о люстре. Того люстра, которая в стиле лофта, которая висит, и у которой такие лампочки, типа лампы Эдисона настоящие, и она вот висит так прикольно в квартире. Мне подарили эту прекрасную люстру, какого-то крутого дизайнера, супер-пупер модную и дорогущую. Я её даже повесила у себя дома. Но проблема в том, что эти люстры категорически не подходят в квартиры с маленькими потолками. Потому что если вешать её на полную длину, она будет висеть примерно вот так. И будешь ходить, и биться об неё головой, она будет мешаться. Если её своими... Сейчас я попробую изобразить. Вот этими паучьими лапками как-то вот она висит вот таким образом. И если этими паучьими лапками вот ещё раз её цеплять по потолку, это получается прям реальный паук, который живёт на потолке в моей комнате. И смотрится тоже это очень некрасиво. Поэтому если решитесь выбирать себе люстру в каком-то таком стиле лофт для обычной квартиры с потолками там 2,5-3 метра, то лучше сделайте свой выбор не на висящих таких светильников, а какие-то такие стационарные просто с лампой Эдисона. Вот. Они гораздо более универсальны и смотрятся хорошо в доме. А эту, ну, она стоила 16 тысяч. Не могу её выкинуть. Спокойно, как-то жалко. Поэтому попробую её выставить на Авито. Надеюсь, кому-то она пригодится. Потому что она прям, ну, правда, очень хорошего качества. Так, следующий лот. Я нашла у себя зонтик. Ну что, обыкновенный зонтик полуавтомат. Оп, немножко дупит. Обыкновенный зонтик полуавтомат. И он компактный, маленький. Видите, у неё такая маленькая ручка. Слушайте, мне даже жалко от него избавляться, потому что в камере он смотрится прикольно. Может быть, устроить какую-то фотосессию с ним, не знаю. Но, в общем, я поняла, что зонтик с такой маленькой ручкой, это неудобно, потому что нужно всегда ходить и держать руку приблизительно на уровне подбородка. Потому что если как-то её расслабить, там что-то повесить, ну, зонтик упадёт на голову. Поэтому лично для меня очень неудобная эта история с такой короткой ручкой. Поэтому от зонтика хочу избавиться. И планирую отнести его на работу, чтобы он там лежал у меня, как дежурный зонтик, чтобы, если вдруг что, можно было сбежать. Для дома такой, конечно, не нужен. Ну и опять же, вот этот вот пёстрый купол его, он, конечно, смотрится весёленько, весёленько, но как-то не особо универсально. То есть смотрится как-то немножечко не стильно, скажем так. Поэтому хочу от него избавиться и в основной массе его не носить. Но поскольку механизм рабочий, он, не знаю, лет за десять с ним ничего не произошло. Вот поэтому отнесу его на работу, пусть живёт там. Так. Оп. Ой. Сложить ещё его надо. Следующий лот. У меня, значит, я периодически шью, либо заказываю что-то для того, чтобы, ну там, для дома, для семьи, для интерьера или для себя что-то шью. И вот у меня есть в коридоре, скажем так, такая лавочка, чтобы на ней сидеть, которую я сделала из подставки небольшой под телевизор, вместо, в общем, вместо подставки по телевизору, я использую это как обувницу и какой-то диванчик для коридора. Сшила я, значит, для него чехол из ткани в клеточку и сшила параллельно спинку, чтобы она смотрела симпатично. И до кучи сшила ещё из этой же ткани, которую купила в Икее, шторы для кухни. И чтобы сделать спинку, мне нужна была какая-то такая тряпочка, не тряпочка, в общем, что-то такое тоненькое, но мягенькое. И я купила чехол для кровати. Не чехол, а, господи, как-то супер тоненький матрасик. То есть он реально тоненький, он прям, не знаю, видно нет. Ну, в общем, он светится, и это там, можно сказать, как ну а-ля летнее одеяло. И вот такой на матрасник, вот как это называется. И сделала спинку для своего коридора, чтобы облокачиваться не на стену, а на что-то мягенькое, из этого на матрасника. Части остались, лежали у меня года три. И вот я наконец-то добралась, собралась с мыслями, чтобы их выкинуть. Сначала думала, какие-то подушечки сделать. Думаю, блин, ну нет, подушки лучше купить в Икее. Самые простые, 50 на 50 сантиметров. Они там стоят по 150 рублей, кажется. И вот не заморачиваются каким-то. Соответственно, осталось от ткани, от этого всего у меня целый пакет пластика. Очень много. И я планирую сейчас, вот у меня есть свободный вечер, сходить как раз весь пластик, картон и дерево у меня дома. Я сейчас схожу по району, выкину в мусорки, которые у меня по району, по прямому назначению, использованы для этого дела. Плюс, пока я разбирала кровать, когда принялась за неё, я поняла, что у меня на кровати чёрное бельё, хлопчатобумажное. Мне очень нравится формат чёрного белья, оно смотрится супер стильно, и всё с ним хорошо, кроме одной большой проблемы. Если брать хлопчатобумажное бельё, прям вот хлопок, он шершавый, а соответственно, когда мы спим, от человека какой-то слой кожи, какие-то выделения, они происходят. И либо нужно спать, вот прям всё закрытое, руки, ноги, лучше голову, либо на хлопчатобумажном чёрном белье остаются прям вот после одной ночи такие седые следы. Такое ощущение, как будто немножечко соли что ли рассыпали, ну и соответственно, всё, что там кремом намазалось, легло, крем остался, это всё видно. В общем, это бельё на, скажем так, на одну ночь. Долго оно у меня было, уже в 15-м году я купила, когда у меня был чёрный период, и я прям всё чёрное носила, постельное бельё чёрное, покрывала чёрное. С тех пор оно живёт, я его использую редко, но именно по той причине, что оно такое вот одноразовое. И сегодня я подумала, господи, Ань, ну зачем, сколько можно вот эта одноразовая история, один раз постелила, воспользовалась, на следующий день надо там снять, постелить новое. Это постирать, высушить, а это время, это там заморочка со стиркой, сушкой. Бельё за один раз не постираешь, по крайней мере, в моей стиральной машинке, потому что она у меня не среднего размера, а чуть меньше. Соответственно, у меня два захода. Сначала пододеяльник с наволочками, потом просто не отдельно. И, соответственно, на сушилку это всё вместе тоже не влезает, поэтому это вот за два дня процедура по стирке одного комплекта постельного белья у меня происходит. Я поняла, что это не по времени невыгодно, не экономически, потому что нужно часто стирать, а так я постельное бельё меняю раз в неделю. В общем, решила от него избавиться. Сдам, наверное, куда-то в пункт приёма одежды и обуви, либо H&M в понедельник, не знаю, либо в Ламоду хочу потестировать, вообще узнать, какие у них там условия. Понятно, что они не дают никаких купонов, ничего такого, но это прям рядышком с домом. И если, как у меня, например, этих купонов H&M уже целая куча, может быть, мне будет лень, может быть, сдам в Ламоду. Икейское бельё классное, но если не чёрное, вот у меня целый вот такой кусок ткани, хлопчатобумажный, может быть, какой-то кусочек от простыни оставлю, пущу на тряпки в машину, посмотрим. Дальше. Куча разных. Я пока разбирала. Супер драй с сушилкой, чтобы впитывала влагу в этой забывной коробке. Инструкция по использованию обуви. Опять у меня, ну, понятно, куча одноразовых масок. И я даже придумала, что с ними сделать. Вернее, не что с ними сделать, а как минимизировать. Я заказывала недавно карту Тинькова, и они в подарок мне привезли маску. Поэтому сейчас я избавляюсь потихонечку, как приходят в негодность все те маски одноразовые, которые я начала, пару раз носила, но, скажем так, не выносила. Я их где-то там, у меня одной маски на неделю хватает. Потом она становится страшной, я ее выкидываю. Но вот новые теперь на работе не беру и пользуюсь многоразовой. Дальше я разбирала коробку со всякими вело, роллер и прочими делами. Нашла там смазку для цепи. Вернее, остатки от маски, от смазки. Там уже даже на одну помыв, на одно запшикывание цепи не хватит, поэтому избавляюсь от этой пшикалки. Смазка литиевая, тефлоновая. И у меня тоже года три валяется коробочка от велофонаря под сиденье. Красненький такой фонарик, который под сиденье прикручиваешь, и потом он ночью у тебя видно, когда едешь. Не знаю, вообще понятия не имею, зачем хранила. В общем, избавляюсь. Договор с профи.ру. Это я когда искала себе портного, познакомилась на профи.ру с девушкой, с Марией. И, в общем, первый заказ сделать с ней прям все как положено, с договором, чтобы не было потом каких-то нюансов и вопросов друг к другу. Дальше выкидываю тапочки. Я покупала сто лет назад тапочки икейские большого размера, чтобы любой гость, который ко мне пришел, мог в них влезть и ходить. Но вот так видно, что они уже прям стали страшные. И, в общем, когда я была в Прильбрусье в новогодние праздники, я купила просто набор новых тапочек и ими пользуюсь. Дальше хочу избавиться. Тоже нашла у себя блинчики для сноубординга. Это не стандартные блинчики. Они мне не подходят. Лежат у меня уже кучу времени, но они новые. Я думаю, выставить их на Альбита. Дальше нашла очень неудобную сломанную селфи-палку. Она вот с таким шнурком. У нее вот здесь кнопка. Это все сползает. Это все просто непонятно поломанное, неудобное. Тоже избавляюсь. Накладка на нос или на тейл от сноуборда. Тоже я не пользуюсь. Откуда взялась, я не помню. Дальше у меня, ну тоже из моих сноубордических дел, эластичный бинт. Но он, посмотрите, ему прям уже совсем плохо. То есть, да, где-то можно сказать, что, не, ну что, он же служит, как бы назначение, функцию свою исполняет. Да, но у меня есть несколько новых, красивых, поэтому от этой избавлюсь. Ну, это стремно. Не пользуюсь уже сто лет. Разгребала всякие свои походы к, наверное, всякие лекции. Нашла вот таких весюлек, целую кучу с картонными бумажками с моим именем. Не пригодились. Вообще непонятно зачем. В общем, выкидываю. Еще одна маска. Так. У меня куча мелочевки. Кстати, напомните, в одном из предыдущих видео я выкладывала свои горшки и вазочки, от которых хочу избавиться. Я их выставила на авито. Лайки есть, но никто не написал, поэтому я их просто придется выкинуть. Невозможно уже хранить. На велосипед, тоже на ниппель такая штучка. Предполагалось, что когда крутишь педали, этот инопланетянин должен светиться, но он не подходит под формат моих ниппелей. Он то ли больше, то ли меньше. в общем, не подходит. Заржавевшие, засохшие ключи и кейски. Заржавевшие от роликов болты и шайбы или гайка. Это от сноуборд крепления. Куча значков, заржавевших тоже. Это просто кошмар. Использованная банка крема. Банка из поттера. Еще какие-то ключи и опять болты от роликов, тоже стрёмные. Так. Ну и мукулатура из стоматологии, которую мне всучили с собой. Еще мукулатура из стоматологии. И упаковка от дорожного набора. Тут были маленькие бутылечки, в которых переливаешь крем, гель для душа, шампуни и вот в дорогу берешь. Упаковочка не нужна. Баночками пользуюсь. Все. Вот такое получилось у меня видео. Видео больше, чем на 10 минут. Я надеюсь, что вы досмотрели его до конца и вдохновились расхламлением. Заканчиваю быстро. Если вдохновились расхламлением, пишите внизу комментарий плюс один. Будем расхламлять этот больной, безумный мир. Ну а я пойду соберу весь свой хлам в мешок и отнесу на мусорку. Всем хорошего вечера. С вами была Анна Кафырина. Пока-пока.